сделайте на буквочке п переход в шаг и возле меня остановишься шаг шагом и возле меня остановочка стоим так алена у нас съездила в другой клуб и тренер все время ее просил делать руку вперед то есть локоть прямым и вот так вот покажи я сниму ага две джуник стоять на двух прямых руках давайте разберемся зачем почему это плохо во первых когда будет прямая рука у вас будет все время пляска вот такая вам не как будет стабилизировать руку полуодержку даже кистью вам будет сложно сделать и либо более жесткую например одержку только делаем когда локоть согнутый и от локтя назад например даже когда выходит всадник на прибавленную рысь джуник стой для того чтобы держать стабильно руку всадник чуть жестче прижимает локти ставит стабильно руку и все и пошел посыл от локтя к рту лошади вперед и лошадь у вас потянется то есть она не будет стоять зажатой рамки она потянется вот именно для этого делается чтобы рука была в локте эластичная иногда руку нужно в сторону вот так открывать чтобы подать команду джуник стой вот поэтому всегда держим локоть чуть прижатый ручки впереди седла над гривкой и отслеживаем прямую линию от локтя всадника карту лошади чтобы была вот такая прямая линия если сбоку на них посмотреть тоже должна быть прямая линия молодцы хорошо прошагните поэтому всегда держим чуть локоть прижатым чуть чуть не зажатые локти а прижатыми чуть к себе и сохраняем прямую линию прямая рука будет плясать вот сейчас алена еще раз выровняется на стену сделает прямую руку чуть приблизимся подавай руку вперед перебери поводочек сделай прямые руки вот всадник если поедет рысью то у нее будет вверх-вниз вверх-вниз руки плясать она не сможет стабильно удержать руку поэтому да локоть чуть корпусу и двигаем лошадку как бы к себе в руку в мягкую руку